Турнир проводился в красиво отремонтированном спортивном зале. Обновленные раздевалки, качественное оборудование, приятные, радующий глаз, цвета стен. Играть здесь одно удовольствие. В школе горок десятых в 2016 году удалось сделать многое. Спортивные залы – лишь наиболее заметная часть большой работы. В этом году за счет средств бюджета сельского поселения был осуществлен трансфер в бюджет района. Проведены процедуры, выбран подрядчик и на данную школу выделено порядка 30 миллионов рублей. Проведены общестроительные работы, это кровли, это ремонты помещений, входных групп. И самое главное – попали под ремонт два спортзала. Спортзал в начальной школе и спортзал вот в этих помещениях, где мы с вами увидим сегодня соревнования между учащимися. Еще до начала турнира ребята успели размяться в отремонтированном тренажерном зале. Его оборудование и отделка теперь не уступают хорошему фитнес-центру. Официальное открытие зала в момент проведения кубка еще не состоялось, но опробовать новые тренажеры было уже можно. Благодаря совету депутатов, главе нашего, Горяеву Владимиру Владимировичу, мы закупили новое оборудование, кетлеровские тренажеры. Вы сегодня увидите красивую форму, которую мы тоже приобрели для наших ребят. Конечно, нам очень все это нравится. Нравится нашим детям, нравится жителям нашего поселка, потому что на базе школы занимаются не только дети. Приходят взрослые играть, проводятся турниры для ветеранов. Работники наших учреждений на территории сельского поселения принимают участие в спортивных мероприятиях. Этот турнир, как и многие другие мероприятия, в Успенском посвятили 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Одновременно соревнования дали старт и внутренней школьной олимпиаде. За кубок боролись как местные команды, так и гости из Краснознаменска и Власихи. Проходных матчей не было. Каждое очко давалось игрокам с немалым трудом. На игру Владимир Горяев смотрел и как зритель, и как глава поселения, очевидно, уже прикидывая объем работ на следующий год. У нас планируется новое строительство на территории данной школы. Начало строительства 400 местного детского садика. Поэтому здесь по строительству будет, конечно, перегружена ситуация. Но в рамках косметических ремонтов, да, из бюджета будут выделены денежные средства. И в летний период мы снова школу подготовим к началу учебного года. Что касается кубка поселения по баскетболу, то на этот раз трофей достался гостям из Краснознаменска. А вот второе и третье места поделили между собой местные команды. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.